Приветствую вас, давайте мы с вами разберем вопрос, который задают, вы пишите, здравствуйте, секс с парнем стал противен, как жить, человек он хороший, но тяги нет. Знаете, если честно, я думаю, что вся история, ну вот, того, что вы пишете, да, вся история вот, ну вот, всех отношений. Ключевой момент этого, на мой взгляд, заключается в том, как раз, что вы видите в своем мужчине, да, вы видите в своем мужчине, именно вот, такого, если угодно, хорошего человека, вот, то это именно, это вот именно такой, только хороший человек, понимаете, какая штука. То есть, ну, чтобы, например, жить с кем-то, с кем-то, вот, чтобы взаимодействовать с кем-то. Мало, 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 к сожалению, мало, только, того, что человек, хороший. Для этого нужно, например, для этого нужно, какие-то чувства испытывать, к человеку, чтобы быть с ним, чтобы секс, например, тот же, был приятен, необходимо, необходимо, чтобы мужчина своим, в том числе, мужским поведением нас привлекал, то есть возбуждал. То есть, чтобы мужчина был тем, каким вы, каким вы видите, или какой вы видите мужской, эээ, какой вы видите мужскую фигуру. Вот, если этого нет, то ничего удивительного, что секс вам стал противным. С другой стороны, могло между вами есть что-то произойти, что-то такое, что сделало этот самый секс противным. Ну, например, мужчина перестал быть для вас мужчиной, вы перестали уважать его как мужчину, или что-то еще произошло. Понимаете? То есть, эээ, жить с человеком только потому, что он хороший, да, ну, это совершенно не вариант. Ведь хороший, само по себе, это оценка. Когда, когда мы говорим, что кто-то хороший, или что-то хорошее, мы оцениваем эту оценку. И можно с уверенностью сказать, что оценка является субъективной. Оценка субъективна. В том смысле, что для вас, вот, сейчас человек хороший, для вас. А для другого кого-то, человек, ну, грубо говоря, не такой, очень хороший. И если человек хороший, это не значит, что вы к нему будете испытывать чувства еще раз. Когда мы говорим про хорошего человека, когда мы называем человека хорошего, мы используем что? Мы используем свои собственные, собственные знания, то есть, свои собственные мысли, но не чувства. Руководствуемся мы, к сожалению, не чувствуем. Руководствуемся мы только своими знаниями. Но знания идут в некотором отрыве. Здесь знания служат своей целью, являются самостоятельными, как самостоятельной категорией. А необходимо, чтобы знания служили как раз таки чувствам. Чтобы знания стояли на страже чувств. Знаете? Если вам секс с парнем стал противным, значит, что-то вас в нем уже не устраивает. Значит, что-то с вами происходит. Значит, от чего-то вы защищаетесь. Потому что, ну, если что-то противно, это защита их правила. Вот. Но вы, вы не позволяете своему чувству, вот, тому чувству, что что-то, ну, что что-то происходит, да? Вот этому чувству вы быть не позволяете. А вы вместо этого, образно говоря, пытаетесь убедить себя в том, что парень хороший. Ну, он может быть хорошим тысячу раз. Он может быть хорошим тысячу раз. Но, если человек не устраивает вас чем-то эмоционально, если человек не устраивает вас чем-то, вот, именно, ну, как-то, вот, на чувственном уровне. То, как бы вы себя не убеждали, как бы вы не пытались себя убедить, к сожалению, к сожалению, ситуация, она будет так, она никуда не денется, она никуда не уйдет, она никуда не уйдет. И, к сожалению, я могу сказать, что вы, скорее всего, себя обесцениваете, если считаете, что того, что человек хороший, достаточно для того, чтобы с ним жить, чтобы заниматься сексом. С другой стороны, если вы любите человека, если у вас есть к нему чувство, если вы хотите делать его счастливым, если он вас интересует, если вы заинтересованы в нем, если он вам важен, но в интимной жизни есть какие-то проблемы, то это вполне себе поправимо. Вопрос заключается только в том, что по такому, казалось бы, достаточно важному обстоятельству, как нарушение личной, э, интимной жизни, не личной, а интимной жизни, ну, в принципе, это, по большому счету, не одно и то же, конечно, но очень схожая, схожая, очень схожая вещь. Вот, мы написали такое очень, ну, маленькое, я бы сказал, количество текста, да, то есть, вот, ну, вообще, вообще, вот, практически, практически ничего не написали, информации очень мало, понимаете, какая штука. Вот, и мне кажется, мне кажется, что в этом, конечно, есть такая серьезная достаточно проблематика, вот, потому что, ну, получается, что вы, как будто бы, знаете, вот, сами, да, ну, не сказать, что вы, прям, ну, настроены на решение, ну, своих, ну, своих, ну, нас вот, проблем с, ну, с человеком, вот, понимаете, какая штука. Вот, поэтому, я думаю, ну, я думаю, здесь, эм, что, так вот, то есть, ну, э, страшного, страшного, условно говоря, э, в том, что, э, ну, вот, вас разладывает интимная жизнь с, э, молодым человеком, э, ничего нет. Страшного, такого, прям, знаете, э, ну, критик, э, критик, 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 критического, критического, но, над этим мы не работаем, если вы хотите, вот, понимаете, какая штука. Вот, поэтому это очень, очень, очень важно, чтобы вы, для себя, эту историю, э, смогли разрешить. Вот, вот, э, примерно, примерно, э, такой ответ, э, примерно, вот, э, то, что я могу вам ответить, то, что могу, могу вам сказать, вот, э, ну, соответственно, да, вот, тем, что вы, э, написали, покажите, вот, это то, что я могу вам ответить. На этом всё, на этом всё, в принципе, я надеюсь, что помог вам, э, не, 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 не нужно, как-то, вот, э, ну, промотивирую вот эту ситуацию, да, вот, э, ничего, такого особо страшного не произошло, э, вот, но, если вы, хотите, если вы хотите, э, ситуацию, как-то, вот, исправить, так, то поработать нужно, э, над, над собой, конечно же. Вот, э, это, то, что я могу вам, э, сказать, э, в ответ на то, что вы написали, вот, я надеюсь, что это было вам полезным, и, надеюсь, что вы, э, ну, сделаете выводы, э, какие-то, вот, из того, что я вам, э, сказал, и надеюсь, что, э, может быть, вместе с, э, молодым человеком, вы, э, обратитесь к психологу, э, за помощью, например, вот, э, такой ответ я могу вам дать, надеюсь, что помог, э, если понравился мой ответ, я буду благодарен за оценку в качестве лучшего, желаю всего самого доброго.